возможно конечно я немножко с рубрикой глухозимья поторопился снег выпал и сошел но тем не менее лучше поздно смотрите видео про печку так ну вот новая печка проходит испытания видите что она без классников подовая печка новая сейчас покрасила вы сейчас покрасил покрасил вчера чтобы краска запеклась на ней на трубе наоборот обгорела ее заново покрасить вот такая печечка ну а как я сделал смотрите при этом подписчикам случайно зашедшим на канал надеюсь в это дело исправите и подпишитесь это одно из одно из видео на рубрике глухозимья сезон почти закончен там находки были по мелочи но в принципе я не считаю нужным что так что там мелочь какую-то выставлять кто внимательно читал описание моего канала там написано что у меня много различных интересов и один за интересов помимо того что я ищу ржавые железки в лесу я еще люблю возиться вот с такими ржавыми железками у себя в мастерской предыдущем видео о печках я говорил что как бы негативно отношусь к печам подовым тогда называемым длительного горения но тем не менее я начал их делать не спеша и мне это понравилось людям нравятся такие печи люди покупают поэтому я скажем так их не спеша делаю ну вот я разжился трубой 529 и это будет очередная печь печь именно длительного горения сейчас я набросаю примерно что получится точнее какая печка будет соответственно но это хоть так чудо я тут значит круг вот эта печь соответственно да что это китайские мелкие блин ножки я не отказываюсь от идеи перегородок внутри печи то бишь перегородка одна будет она будет вот так расположена здесь не будет колосников ну то бишь горение будет происходить непосредственно вот в этой части без колосников то бишь на дне почему она подобное называется на дне печи так но это вот так она будет естественно не так коряво тем не менее так она будет выглядеть спереди а сбоку на были будет выглядеть вот таким образом так значит перегородка будет вот так расположена здесь будет дымоход здесь будет дверка топливника ну соответственно ножки но это все мелочи ну эта схема размеров опять же не даю все делаю исключительно по наитию как и как и душа ляжет так я и буду все это делать ну для начала нужно распилить вот этот вот кусок метровый даже чуть побольше 529 трубы смотрите так вот продвигается не спеша изготовление печки получается от края вот до этой первой полосы отметил 500 миллиметров печка будет глубиной ну да где-то 500 миллиметров ну сейчас начинает самое интересное резко металла толщиной 8 миллиметров разметила таким образом трубу по центру и здесь примерно 20 21 сантиметром опять же как и говорил делаю исключительно так как мне нравится или хочется так сейчас поясню для чего вот это и вот эти полоски внутреннюю полоску не считайте ну как бы это я для себя делал так смотрите получается так получается что труба будет обрезана ну примерно вот так не на этом по рискам не по рискам так по риске и по риске вот получается таким образом будет эта часть отрезана перевернута нижней стороны и варена сюда снизу получается здесь сверху будет горизонтальная плита на которой ну я не знаю то что делает гаража можно будет есть приготовить можно будет воду вскипятить туда же я думаю ведро или бак какой-нибудь большой поставить если кто-то например делает отопление в гараже жидкостная ну что на пальцах показывать начинаем резать смотрите дальше вырезал я эту часть из скажем так тело печи отметил вот такой вот квадрат прямоугольник в общем вот такую штуку отметил это будет вырез дым дым будет выходить в эту часть ну когда все это печку печку соберу точнее основное тело там будет понятно и видно что это такое для чего это нужно смотрите дальше кстати важная информация досмотрите ролик до конца я вставлю ну не обязательно в конце ролика вы тем не менее вставлю эту информацию для тех кто распиливают трубу смотрите ну вот я сделал что хотел расстояние маленькое как то вот так вот выглядит получается вареный кусок секунду вот если сверху смотреть вот так ну вот очертания печки то уже рассматриваются и здесь соответственно будет плита с пятерки основное пламя тут получается все тело почти все тело будет из восьмерки прогорать будет достаточно долго да кстати не буду строить фигней по поводу того что кто будет резать трубу возьмите и приварите что-либо что ее будет стягивать потому что когда сделаешь один надрез она раскрывается вот так даже почти не протачил со швами никакая швина вон там одна дырочка есть остальное вроде ничего криво ну извиняйте варить сам так как еще поставить вот еще один вид не на будущую печку так вот вырезал получается куски прямоугольные стальные это будет задняя стенка вот так вот сейчас я приложу здесь я в виду контур и на задней стенке будет отбойник приварен тоже из пятерки ну так как ну естественно понятно что данный момент там это вперед а зад вот он но тем не менее формата одинаковая ну все я думаю понимаете люди не глупые значит получается там будет отбойник ну чтобы дольше печка прослужила так как пламя будет выходить сюда в эту сторону и соответственно чем здесь толку толще тем лучше ну сейчас все это дело обрежу нарисую вам покажу что получится смотрите так ну вот о чем я говорил получается я специально приложил железо и получается я символически нарисую ну что получается вот такая пластина будет на задней стенке так называемый отбойник так как стенка самой печки 8 миллиметров думаю здесь накладка будет не лишней ну сейчас начинаем ваять смотрите дальше так друзья вот получается вот таким макаром будет отбойник на задней стенке ну прошу прощения если чуть-чуть хреновенько видно но тем не менее я думаю понятно да всем так еще хотел о чем сказать это сказать о разлиновке так дрова коронку разлиновки листов например да вот лист который я кстати не в общем купил я такой лист он у него стандартный размер 1510 на 6000 ну естественно 6000 мне не нужно то бишь 6 метров я покупаю ну вот получается кусок такой значит получается здесь 1000 с этой стороны 1510 разлиновка на эту печку вышла у меня вот такая чтобы как можно больше ну экономить делового металла здесь я отрезал получается 400 ведь 70 получается это две стенки передняя и задняя маленьких кусочек остался обрезки здесь отрезки здесь отрезал еще один кусочек 390 по-моему до 390 это получается верхняя верхняя плита которая будет сверху на наварена на саму печку задние стенки кусочек который вот этот и часть остается вот она лежит это будет как раз именно дверка топливника ну стараюсь экономить деловое железо естественно кстати видите как ее режут глазом мягко говоря не очень ровно придется обрезать но тем не менее железо деловое пытаюсь экономить как только можно такой лист кстати стоит ну я так думаю для кого мало для кого много но тем не менее это в районе двух с половиной трех тысяч рублей ладно смотрите дальше сейчас приварю вот эту пластину и уже начну сбор самой печки смотрите оставайтесь со мной я надеюсь вам вот так вот видно будет вот она пластина варена заднюю часть заднюю часть печки ну да тут света маловато ну уж как есть подожди секундочку попробуем чуть поменять да хотя бы бесполезно что-то меня но тем не менее понятно вот она пластина варена заднюю часть печки то бишь это место достаточно долго не прогорит здесь сто процентов не прогорит том что здесь загнуло так что будет слой золы пепла ну в общем основное пламя будет играть в самой печки бить 8 миллиметров ну а насчет тех мест еще нужно что-то подумать продолжаем так ну вот так вот выглядит задняя часть провара видно здесь хорошо ну а теперь начинается самое по гимаши вырезание дверок и уплотнительных там всяких штук если я все-таки соберусь их делать вот печка все-таки вырисовывается так но все в общем в общих чертах я собрал печку как бы основную часть а ей мой телефончик этого дела особо не запечатлит но тем не менее вот получается передняя задняя стенка приварена осталось приварить верхнюю стенку сейчас секундочку а и нет здесь все горячее точно вот передняя стенка где будет дверка ну вот ну смотрите дальше вот так вот получилось сверху я говорил из пятерки лист приварил ножки сделал из профиля 60 по два штуки вот печка пока вы печка смотрится вот так пока мист ну осталось только трубу передней части 115 будет ну и за него заниматься самым таким мелким мелкой работой это дверкой дверка будет в общем увидите смотрите так но заключительную этапу уже не показывал дверка без изысков из особых 89 труба перекрывалка на пружинке с болтами ну в принципе засов немудренный конечно было бы в идеале еще по периметру дверки наклеить шнурок не сгораемый шнурок ну а так печка уже работает ну презентацию вы уже видели в начале ролика вот такая печка получилось я надеюсь будет она работать хорошо спасибо за просмотр подписывайтесь на канал счастливо увидимся